МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Центр Твери. Квартира трёхэтажного жилого дома. Мы находимся в доме на бульваре Радищева. В центральном районе отделения судебных приставов находится исполнительное производство о выселении и истребовании закона о владении должника жилого помещения, в котором мы сейчас находимся, проводятся исполнительские действия. Женщина-должник несколько лет в этой квартире не проживала. Была объявлена в розыск. Наконец, должницу нашли в другом регионе России. Письменно известили её о том, что такого-то числа в такое-то время будут проводиться исполнительные действия. Но эту письменную информацию должница проигнорировала. И вот в присутствии участкового полномочного полиции сотрудников группы быстрого реагирования и понятых судебные приставы описывают многочисленное имущество должника. Кто собственник этого помещения? Собственник администрации города Твери. И именно администрация города Твери исковое заявление подала о том, что вы в суд? Да, конечно. Они являются взыскателем и с том. В соответствии с федеральным законом об исполнительном производстве судебный пристав исполнителя возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа по заявлению взыскателя. В случае, когда должник в течение установленного срока для добровольного исполнения содержавшегося в документе требования о его выселении не освободил жилое помещение, судебный пристав исполнитель выносит постановление о взыскании с должника исполнительского сбора, устанавливая должнику новый срок для выселения. Выселение включает в себя освобождение жилого помещения, указанного в исполнительном документе, от выселяемого, его имущества, домашних животных и запрещение выселяемому пользоваться освобожденным помещением. В этом случае все находящееся в квартире имущество, а на него наложен арест, передано по доверенности на ответственное хранение в администрацию города Твери. Если в течение двух месяцев со дня выселения должник не заберет свое имущество, то судебный пристав исполнитель после предупреждения должника в письменной форме передает это имущество на реализацию в порядке, установленном федеральным законом.